И вот вопрос, будет ли жена ревновать меня, если я это сделаю? И как правило из этого копятся обиды, конфликты, неразрешенные вопросы. Какие виды секса позволительны в семейной жизни? Когда мужчина недовольный, он злой, он раздражительный, он сворачивает в доме всем кровь. В браке возможно и позволительно все по договоренности между мужем и женой. Потому что у женщин вообще медики доказали 9 видов оргазма. Обычно чем общество религиозней, тем оно скрытие. А чем общество скрытие, так там еще больше проблем на самом деле, чем у людей, которые открыто признают какие-то свои слабости. Все медики, все психологи светские говорят, это хорошо, это разрядка, это снятие стресса, это познание себя, это вот что-то, что нужно испытать. А Библия, интересно, строго говорит. У меня есть проблема. Как только я не получаю близость от тебя, я ищу близость из такого понятия ложная близость. Как быстро снять стресс. Из моего наблюдения, это самый сильнейший удар по доверию. По сути, разрушаются самые вообще основы брака. Друзья, здравствуйте. С вами передача «Канон. Семья. Вопросы и ответы». И у нас сегодня гость Владимир Зуев. Он является автором передачи «Трансформация семьи» и «Бумерангом по сексу». Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, Тимофей, что пригласили. Думаю, что мое участие будет полезным. И готов поделиться важными принципами, уроками о гармонии в семейной жизни. Ну вот я хотел бы спросить, вот две передачи ты основал, ведешь. И вот расскажи, пожалуйста, «Трансформация семьи», «Бумерангом по сексу», что это за передача, о чем вы разговариваете и в чем суть «Трансформация семьи». Несколько лет назад мы объединились с тремя пасторами. Это Олег Аскаленок, его хорошо знают в России и в других странах. Он более 20 лет занимается семейным консультированием, коуч, там почти 40 лет в браке, служитель. Второй это Сергей Сипко, он тоже имеет профессиональное образование, консультирование, пастор, четверо детей, 25 лет в браке. И вот я, Владимир Зуев, тоже уже 18-й год в браке, четверо детей, есть опыт приемного ребенка, работал всегда в системе образования, как психолог, потом повысил квалификацию как семейный эксперт, сексолог. И мы троем объединились в создании этой программы. Что значит трансформация семьи? Трансформация – это изменение с одного состояния в другое. Мы увидели, что нужно не только расстраиваться, что вот все плохо, в церквях происходят разводы, много проблем, а нужно об этом говорить, нужно людям давать ответы, нужно эту тему ценности семьи развивать. Мы стали записывать программу в Ютьюбе, записали 50 программ, мы строили темы программ, отвечали на вопросы, которые присылали люди нам на наш интернет, на Инстаграм, на Фейсбук, и старались так со всех сторон, с трех разных углов отвечать на вопросы в отношении семей. Эта программа вызвала такой резонанс, люди стали смотреть, комментировать, присылать большие темы. Когда мы 50 программ сделали, мы поняли, что нужно сделать паузу, стали молиться, думать, какую еще сферу осветить. И мы увидели, что вообще темный лес или практически нет сексуального просвещения в христианских рядах или в церквах. И мы решили посвятить следующую программу, назвали бумерангом по сексу. Но люди, конечно, комплексуют при слове секс, когда они это слышат. Тема немножко такая, конечно, должна быть деликатная, аккуратная. Но мы увидели, что у людей просто множество вопросов. Мы занимаемся сами консультированием постоянным и светских людей, как работа и как служение в церкви, оказываем душепопечения. Мы увидели, что в сексуальной сфере вообще у людей много вопросов, не к кому обратиться. Люди стесняются пойти к сексологу-курологу, переживают, как об этом сказать, служителю-пастору. И накопилось множество вопросов. Мы назвали бумерангом по сексу. Что значит бумеранг? Ну, понятно, возвращается. Если люди в сексуальной сфере не проработали какую-то проблему, то, как правило, она бумерангом возвращается в семью или возвращается уже в детей. Поэтому мы сейчас пишем как раз программы, собираем вопросы. Вопросы очень деликатные. Но мы стараемся прямо, честно, по-библейски на них отвечать. Ну, вот, может, скажи как раз основные пять проблем, которые вы сталкиваетесь с этим. Я знаю, что вы готовите передачу, но, может быть, сейчас здесь вкратце ты опишешь, как консультант или как вы, группа консультантов, сталкиваетесь с этими вопросами. Вот пять основных вопросов, которые волнуют людей. Ну, по-другому, да, топ-5. То есть, что больше всего интересует? Ну, однозначно, первое, мы фиксируем, что нарушено глубочайшее общение в браке. Ну, что это значит? Это значит, что семья в потоке дел, служений, воспитания детей забывает иметь такое проникновенное, такого глубокого уровня общения. Когда муж и жена вместе обсуждают переживания, вместе говорят о том, что вот, как ты видишь свое будущее, да, какие у тебя внутренние проблемы, как ты вообще, ну, как бы, какой твой взгляд на будущее нашей семьи. Это редко обсуждается. И, как правило, из-за этого копятся обиды, конфликты, неразрешенные вопросы. Люди годами молчат и не разговаривают. Ну, это первая причина. Вторая причина, как правило, это взаимная неготовность уступать. Ну, мы знаем, что принцип семьи строится на том, чтобы мы служили друг другу. То есть, это некая такая транзакция. Я служу жене, жена служит мне, и это такой бумеранг туда-сюда. И это то, что Бог установил. Взаимное служение. Но люди часто недовольны, их потребности не восполнены. Женщина жалуется, что у него никогда нет времени, он не уделяет время с детьми, нерешенная проблема романтики. Ну, мужчина недоволен там сексом, недоволен, как она относится к нему, ему все не хватает уважения. Поэтому второе, это нежелание служить друг другу. Третий топ, это, конечно, проблема с родственниками. И на почве этого целый огромный спектр, мы слышим, там, живут с тещей или со свекровью. Теща или свекровь влияют, разрушают. Бывает, отец жены влезает в отношения и рушит брак, да. Или, например, жена с большой семьи, у нее такой христианский род, и она там, они любят вместе время проводить, а муж, он не прилип к этой семье, он желает, как бы, отдельно сепарироваться. Строит свою семью, да? Да, у него своя семья, а не эта семья. На этом фоне очень много зажимов и нерешенных вопросов семейные. Топ-4. Четвертая ситуация, это финансовая. Это когда люди, там, не знаю, из-за кредитов, покупка дома, не выделяют, допустим, муж деньги там на отдых с семьей достаточный, да. И на фоне финансов, если мужчина, например, потерял работу, сейчас после вот пандемии люди столкнулись с тем, что там потеряли бизнес, там закрылся, не знаю, ресторан или какая-то сеть услуг, и мужчина впал в депрессию, опустил руки, его это сильно вышибло. Жена старается поддержать, но все-таки все равно вызывает такое, значит, недовольство. И на фоне финансов это такая проблема серьезная. Ну и последнее, пятое, это, конечно, вот сексуальная сфера. Сексуальная сфера, почему мы целую программу и создали, потому что здесь, как правило, ну, в Библии написано, чтобы не уклонялись друг от друга, только по согласованию, а все-таки у людей нет открытой коммуникации на тему взаимоотношений в браке. Сексуальных. Что нравится, что не нравится, в чем можно развиваться, какие там должны быть ритмы, время, кому что нравится. И из-за несогласованности мы видим, что мужчина может там несколько месяцев, годами ходить недовольный, а когда мужчина недовольный, он злой, он раздражительный, он сворачивает в доме всем кровь, жена не понимает, что-то такое ходишь дерганый, орешь на детей. На самом деле там просто нужно нажать на кнопку, чтобы он получил удовлетворение, получил радость, близость интимную. Я бы назвал такие пятерка, топ-5 основных проблем в семьях. Ну вот один человек говорит в отношении, не, жена говорит, то, что мы с мужем спим на одной кровати, он спит под одним одеялом, я сплю под другим одеялом. Так в течение 10 лет муж говорит, меня это вполне устраивает, жена говорит, меня не устраивает. Она говорит, что у них из-за этого происходят конфликты. Вот что бы ты посоветовал на эту ситуацию? Ну, ситуация необычная, я признаюсь. И здесь нужно индивидуально разговаривать, но принцип очень простой. Вот когда мы говорим уступать друг другу, служить друг другу, мы должны понимать, та проблема, которая возникла, она жизненно необходима или это просто, ну, скажем, прихоть одного из двух. Бывает жизненно необходима. Существует французский известный тест, который показывает некий конфликт, который нужно решить. Например, вот представьте, Тимофей, вы с супругой дома, в спальне, кровать, и вам нужно, чтобы форточка была открыта, и оттуда шел такой свежий холодный воздух. Почему? Это вам нужно для жизни. Потому что если закрыть форточку, вам душно, жарко, плохо с сердцем. И это реально вам нужно, чтобы было открыто. У супруги другая ситуация. Ей нужно, чтобы было закрыто, потому что она мерзнет, есть опасность, что она простынет. И когда вы лежите вдвоем на кровати, на самом деле здесь не вопрос, ну, вот, прихоти, а это реально жизненно необходимо. Одному открытая форточка, другая закрытая форточка. Поэтому здесь не вопрос, кто уступит. Ну, например, мужчина глава семьи, женщина уступай. Здесь не вопрос, женщина уступай, уступай. Ей жизненно опасно, да, чтобы форточка была открыта. Тогда нужно, есть такое понятие, третья альтернатива. Нужно всегда, всегда договариваться. Какие есть выходы решения из этой ситуации? Ну, выход первый. Спать в разных кроватях. Это просто выход. Спите с открытой, а нас с закрытой. Понятно, вы вместе вечером легли спать, помолились, у вас там, не знаю, произошла близость. Но спать пошли отдельно, потому что вам нравится спать отдельно, чтобы у вас было пространство для сна, чтобы у вас не мешал другой, чтобы выспаться, там, не храпеть, да. И есть семьи, которые это практикуют. Я, конечно, рекомендую спать с женой или спать с мужем, я это рекомендую. Но я знаю множество семей, которые живут отдельно. Ну, в кроватях я имею в виду, да, в спальнях. Есть другая альтернатива. Жена ложится, так скажем, подальше от форточки, нужна кровать во всю комнату. И там, где она лежит на краю, ей там поставить, так скажем, теплую какую-то батарею. А мужчине, наоборот, лечь максимально к форточке. Ладно, суть. Третья альтернатива из такого понятия. Всегда нужно договариваться. Если ей хочется спать под одеялом с мужем, ну, так звучит запрос, да, то, ну, купите широкую огромную кровать, чтобы ему было комфортно. И купите широкое одеяло. Тогда вы получите, что вы спите под одним одеялом, но в то же время вы на расстоянии. То есть, как я понимаю, в принципе, этот вопрос был недостаток общения или как возможность служить друг другу. Конечно, договариваться и служить. Вот как рассказать своим детям, для того, чтобы не допустить ошибки, знаешь, как рассказать своим детям о сексе или в каком возрасте нужно рассказать детям о сексе или о интимной жизни? Я думаю, что разговор об интимной жизни с детьми очень важен. Опять же, нужно смотреть, что на разных этапах взросления ребенка нужно по-разному к этой теме подходить. Вообще, это огромное благословение, когда мама рассказывает своей девочке, что такое менструальный цикл, ПМС, когда она объясняет, когда у девочки появляются первые половые признаки, начинает расти грудь, появляются волосы в интимных местах, когда мама спокойно сядет и объяснит, как это работает, как нужно с этим справляться. Хорошо, когда мужчина, муж, отец объясняют своему сыну, как обходиться со своим, так скажем, срамным удом, в Библии так он называется, да, как он работает, как, так скажем, его контролировать, потому что у детей, например, есть любопытство, дети уже познают себя. Когда мы занимаемся воспитанием, мы видим, что дети в 4, в 5, в 6 лет, они трогают свои гениталии, они как бы узнают свое тело, как оно реагирует на эти все происшедшие, так скажем, какие-то стимулы. Поэтому детям нужно говорить прямо, смело. До школьного возраста, до школьного возраста можно отвечать примитивно. Ну, что это значит? Например, ну, подходит ребенок, говорит там, да, мама, а как вот я появился, да, вообще отличный вопрос. Мы отвечаем спокойно. Вы говорите, значит, папа лег с мамой рядом, у папы есть семечко, эта семечко перебежала к маме в домик, и в этом домике появился ты. Ребенку на том этапе это, в принципе, достаточно. Он просто понимает, есть папа, у папы что-то есть, это пришло к маме, и мама это вырастила. Достаточно. Когда школьный возраст, включается познавательная деятельность, то есть начинаются дети учиться, и, ну, я бы так рекомендовал где-то уже с 8-9 лет, сейчас вообще фиксируют раннюю подростковую активность. Если раньше подростки 13-14 лет, сейчас, заметьте, 11-12 лет подростки уже очень во многом разбираются. Мне нравится эта история, как однажды папа там ехал с своими детьми на роликах, посмотрел на стене, были написаны матершинные слова. Матершинные слова связаны там, скажем, ну, с сексуальными, скажем, с интимными местами. Он не стал там им закрывать глаза, там, ой, не смотрите. Он посадил, объяснил. Вот это слово означает то-то. Это бог создал, но бог создал это там для секса. Мужчине дал пенис для удовлетворения мамы, и для репродукции, для плодитесь, размножайтесь. Спокойно объяснил. И у детей на место встал правильный взгляд на божье создание и на как это использовать. Потому что мир, он все искажает. Он эти слова опошлил матершинными словами, да. Он эти слова везде вставляет. Ну, я говорю, мир, да, система. Поэтому нужно детей не сохранять от этого, ну, в плане, чтобы они это все равно встретятся или увидят это, а нужно это объяснить. Когда в школе произойдет какой-то диалог, ну, допустим, а ты знаешь, что вот у тебя то-то самое, да, ваш ребенок спокойно говорит, да, мне мама рассказала, мы уже заранее купили прокладки, я знала, что у меня потечет кровь, это то-то-то, длится столько-то дней, это закончится. То есть девочка осведомлена, готова, и она спокойно отреагирует. Или, например, детям объясняете, что когда у вас начнутся какие-то интересы, потому что после учебной деятельности формируется второе новообразование в ребенке, это интерес к противоположному полу, это где-то после 13 лет. И вы должны объяснить, если ты девочка, там, не знаю, там, садись, там, аккуратненько, прикрыто, да, там, смотри, чтобы там не касались твоей груди. То есть все эти вещи, ну, это называется сексуальное просвещение, лучше, чем мама с папой, никто не расскажет. Я понимаю, что наши родители, ну, в смысле, родители в церквях, да, братья и сестры, они сами там стесняются, у них не было этого воспитания. Многим родителям не рассказывали, они об этом нигде не слышали, но пришло наше время получить просвещение и рассказать детям. Сегодня есть пособие, как рассказать детям о сексе, ну, и разные книги, там, всякие книги Кевина Лемина, музыка простыней. По сути, информация уже есть, ее нужно брать, читать и передавать детям. Да, да. Окей, еще один вопрос. Я сталкиваюсь много с ситуацией, вот именно ты говорил про порнографию, да, и мне звонят молодые ребята и говорят, слушай, мы попали, и мы не можем избавиться от этого. То есть, получается, как вот вы помогаете, или как ты помогаешь этим людям, которые попали в данную ситуацию? Потому что эти образы возникают, мы не хотим делать, не делаем, включаем каналы, потому что сейчас в свободном доступе все. Вот как помочь этим людям избавиться от этой зависимости? Ну, значит, это большой вопрос, это отдельная программа, если вобьете в ютюбе о порнографии и трансформации семьи, там уже много тысяч просмотров, вопросов, мы раскрыли эту тему. Как помочь? Помочь так, первое, нужно снизить в молодежи или те, кто с этой проблемой сталкивается, во-первых, снизить интерес к этой теме. Объясню. Когда вот говорят, ой, порнография, мастурбация, и люди есть, которые уже до того в эту тему погрузились, что они уже кучу книг прочитали, семинаров посетили, им не помогает. Поэтому нужно фокус себя, ну, а по сути это, да, самоудовлетворение. Переключить на фокус, там, на Бога, на Христа, на грейс, благодать, на служение, на какую-то активность. То есть, чем больше человек запарен внутренне, да, тем больше он погружается. Это первое, сместить фокус. Второе, есть библейский текст, который предостерегает, и он, в принципе, хорошо должен тряхануть человека, который в конкретной аддикции находится, да. Этот человек, помните, в послании к Оримфинам написано, да, что «малаки» царствие Божие не наследует. Интересно, что «малаки» это там древнее слово, которое конкретно переводится «рукоблудники». И это немножко так сотрясает, да, «рукоблудники» царство Божие не наследует. Опа! Вот это парадокс. То есть, все медики, все психологи светские говорят, это хорошо, это разрядка, это снятие стресса, это познание себя, это вот что-то, что нужно испытать. А Библия, интересно, строго говорит. Поэтому, исходя из такой позиции, она должна человека привести в такой шок, если человек конкретно на это подсел. Но шок, он не помогает. Помогает достичь свободу нечто другое. Первое, готовность и отречение. Человек говорит, все, я готов с этой проблемой работать, я готов. Отрекаюсь от просмотра порнографии. Временно, там, не знаю, беру пост, 3 недели, 21 день Даниила или 40 дней, я не выхожу в интернет. На самом деле, здесь надо радикально. Чтобы снизить зависимость системную, потому что цикл у человека, как это происходит, то есть, там, нейроны, импульсы, человек видит стимул, голое обнаженное тело, этот стимул приходит туда, подает сигнал в зону удовольствия, человек делает и простые механические действия, получает разрядку, эндорфин, удовольствие, и опять вот так все по циклу он гоняет, да? Чтобы разорвать этот некий цикл, нужно прервать стимулы. То есть, чтобы не видеть, не смотреть, это контроль. Второй момент. Очень важно, чтобы иметь наставника. Человека, которому ты можешь позвонить в любое время и сказать, у меня, знаешь, сильное желание, давай помолимся. У меня есть такие люди, которые мне звонят, которые просят поддержки, которые не скрывают от своей проблемы и мужчины, и женщины. Мне множество раз женщины сознавались тоже в своей зависимости, что она уже не может, не контролирует, постоянно уже она как бы нащупала, как это все происходит, и не может остановиться. Я, конечно, стараюсь таких клиенток переключить на женщину-психолога или на какую-то зрелую христианку в церкви, если мы про это говорим. Но были такие не раз случаи, когда признавались, потому что эта проблема, она и как у мужчин, как и у женщин. Третий важный момент. Это группа подотчетности. Ну, есть тоже целые программы снятия сексуальной зависимости, где ты в этой группе, ты прорабатываешь свою проблему. Ну и четвертое. Хочешь, не хочешь, нужно вступать в брак. Написано, хорошо человеку не касаться женщины, но чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим, каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Брак не спасение от этой проблемы. То есть люди некоторые продолжают и в браке, но в целом это все равно снижает проблему. Потому что когда у тебя появляется законная возможность удовлетворить свою потребность, ну в браке, ну как бог создал, это снижается. Но теперь у тебя появляется партнер, жена или муж, в котором ты должен быть подотчетен. Я здесь в Америке уже консультировал не одну пару и там у себя в России. На самом деле, если муж конкретно признается, он говорит, у меня есть эта проблема. Я считаю, что это самое лучшее, опять прямой разговор. Он говорит, жене, у меня есть проблема. Как только я не получаю близость от тебя, я ищу близость, есть такое понятие ложная близость. Как быстро снять стресс. И он должен объяснить, что жена, супруга, любимая, давай договоримся. Если у меня уже все, у меня уже, как говорят, из уше идет желание. Потому что мужчина, а женщины не понимают, он борется неким с таким спусковым крючком. Он всегда готов к выстрелу. И если он не получает разрядку в семье, здоровую, адекватную, мы не говорим про животный этот механизм, но здоровую, по договоренности, то тогда он ищет это на стороне. Поэтому в браке подотчетность мужа и жены друг к другу. Я, в принципе, встречаюсь с этим, вот мне звонят ребята, и я, в принципе, говорю, давайте начнем работать, давайте вы не будете звонить. То есть самое первое, как я вижу, что этот человек признал, что это проблема. Потому что многие люди говорят, не проблема. Как я озвучил, психологи современные. И дальше идет работа с пастырем, с консультантом. Семья. Муж, жена. И жена имеет секс на стороне с мужчиной. С другим. И он говорит, как мне простить? То есть я не знаю, как мне простить эту женщину? Как мне иметь с ней нормальные отношения, которые у меня были? И вот как ты посоветуешь, как в этой ситуации поступить? Если кто-то из супругов согрешил или, скажем, сглудил, что человек должен поступать, что человек должен делать? И та сторона, которая невиновна. Пастор Тимофей, умеешь ты задать вопрос, который очень тяжелый. Но особенность нашего подхода в трансформации семьи, мы условно говоря, мы готовы засучить рукава и разбираться с ситуацией. То есть она нас не пугает. И такие ситуации мы разгребаем десятками и сотнями. Они очень индивидуальны. Сейчас, чтобы дать ответ на вот эту историю, кейс, который произошел, нужно очень-очень много мудрости, знать детали и подходить индивидуально. Но я понимаю, что вопрос возник. Какие-то основные принципы я скажу. Принцип первый. Но отношения между мужем и женой в браке христианский строятся на заветных отношениях. То есть муж обещает хранить верность, жена тоже самое. Это фундамент брака. Верность. Если верность нарушается, из моего наблюдения, это самый сильнейший удар по доверию. По сути, разрушаются самые вообще основы брака. Они разрушаются. Потому что предательство, тем более сексуальное, это самое ужасное, что может произойти. Потому что Бог из двух делает одно, прилепится друг к другу. То есть это все. А совокупляющийся с другим человеком, да, ну совокупляющийся с блудницей написано, становится один дух с ней, да. И по сути, представляешь, в вашу жизнь врывается кто-то там третий, четвертый, пятый. То есть кто-то другой. По сути, сам брак фактически, он уже нивелируется. Он уже разрушается. Библия даже дает основания для развода. Ну, в случае измены, систематичной. Если одна из сторон, она согрешила и живет систематично в блуде, в измене, то, в принципе, у второй стороны есть это право, мы видим в Писании, на прекращение отношений. По сути, человек, который пошел блудить, ну или, как вы сказали, спит, да, то есть уже с другим человеком, он уже подписал, так скажем, приговор, он уже подписал развод, он уже ударил по самому фундаменту брака. Но, ох, как это тяжело. На самом деле, здесь выбор за человеком, который пострадавшая сторона. Готов ли он или она простить своего любимого человека или родного человека и продолжать жить вместе. Я признаюсь, что я всегда работаю на сохранение. То есть я всегда призываю помиловать, сохранить. Но я сразу оговариваюсь, есть три вида или три категории изменников. Первая категория, это, ну, такая формулировка есть в сексологии, вот в той науке, это случайная измена. Ну, да, 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 звучит как-то вот случайно, но реально единократная случайная. Человек приехал, там, не знаю, муж в отель, не пободрствовал, с кем-то познакомился, кто-то пришел в номер, и это произошло. Да, страшно, да, ужасно, но он после этого винит себя, укоряет, что это произошло, ненавидит себя, хочет к жене и понимает, что он предал ее. И такие случаи, они неприятные, но их можно покрыть, проработать. Через время, через 5-10 лет люди уже забывают этот момент, даже через него как-то растут, ближе становятся друг к другу, но все равно шрам остается. Вторая категория изменников, это человек, который, в принципе, получил какую-то эмоциональную привязанность. Например, я рассказал про мужчину, сейчас расскажу про женщину. Муж трокист, часто дома нет, жена там с тремя-четырьмя детками, значит, переписывается в каком-то сайте, да, в интернете, и встречает своего, так скажем, бывшего бойфренда, одноклассника, он начинает ей петь дифирамбы, ты такая красивая, я тебя помню, а помнишь наш последний вечер, мы гуляли под луной, а я скучаю по тебе, а женщина давно это от мужа не получала, муж баптист, сухарь, он это никогда не скажет, и вот она начинает таять, она начинает с ним встречаться, тайна, у нее близость, одна, вторая, третья, вот это человек, который попал в эмоциональную привязанность, это тоже с этой ситуацией можно работать, нужно вырвать, нужно разорвать этот эмоциональный блуд, нужно понять, что есть тебе, ну, Бог дал мужа, а не этого изменника, что эти отношения точно греховные, и возможно отношения восстановить, и есть третья категория, третья категория изменников, это люди, которые систематично, имея сексуальную зависимость, на протяжении какого-то периода жизни постоянно изменяют, ну, например, приходит ко мне вот та семья, о которой вы говорите гипотетически, и жена рассказывает, говорит, 15 лет браки, было уже 4 измены, на третий год брака, на пятый, на седьмой она поймала, по сути это показывает, что на протяжении всей жизни семейной, христианской, он грешит блудом, он разрушает фундамент брака, и, конечно, фактически простить эти отношения, ну, Христос все может, и сейчас кто-то особо религиозно скажет, Володя, ну, Христос прощал, и там, прощайте, как Христос вас, я это все понимаю, я тоже верю в чудо, но если мы говорим вот в ситуации, то это просто ужасно, это насилие над человеком заставлять его жить с тем, кто на протяжении жизни ему всегда изменяет, разрушает заветные отношения, поэтому вот если бы третья категория вот в вашей истории, то у меня была бы одна рекомендация, если другая категория, то другая, поэтому нужно анализировать, смотреть линию жизни, смотреть, насколько готова женщина простить, покрыть, не вспоминать и не возвращаться к этому, это тяжело, это занимает вот из опыта терапии от 3 до 5 лет, измена никогда не бывает, знаешь, оступился, там, проснулся, очнулся, гипс и все легко, ой, прости меня, вытер рот и пошел, нет, на 3-5 лет семью отбрасывает, на конфликты, на обиду, на депрессию, женщина может сказать, я простила, но через год у нее опять какой-то хлынул, скажем, настрой, это очень тяжелая травма. Хорошо, если измена произошла, нужно идти, рассказать супругу, или не нужно рассказать, или можно пойти к священнику, или консультанту и поговорить с ними, раскаяться, или нужно пойти рассказать, вот здесь, конечно, брат, ты мой, врасплох ты меня заставляешь, и чем следующий вопрос, тем он тяжелее, я понял, что ты... Прости, Володя, я столько встречи имею, мне хочется, чтобы ты ответил, знаешь, я понял, что ты решил меня полностью, чтобы аудитория имела негативное отношение к Владимиру Зуеву, потому что обычно уходят от этих вопросов, и не отвечают прямо, да, и люди не готовы комментировать, но я отвечу, отвечу так, есть две школы, они в душепопечении, вы знаете, что на нашем пространстве христианском есть подход, например, там, Карамдео, ну, это огромная программа душепопечительская, открытое сердце, ну, я могу там долго перечислять, то есть есть разные концепции школы, они все сводятся к двум, к двум ответам, ответ первый, что нужно рассказывать жене все, ну, то есть вот буквально все, я это наблюдал, например, выходит муж и жена, и перед другими людьми, перед другими людьми, ну, или ладно, давайте, я не буду эту историю, немножко в сторону отойду, ладно, вот они двое, им конкретно вопрос задают, например, мужу, во всем ли ты верен был в этом месяце женой, и вот он рассказывает, знаешь, дорогая, там, я в офисе сидел, однажды открыл компьютер, там, вылетел порно-сайт, и мне стало так вот печально, но я залез, посмотрел, прости меня, и вот начинают все вот это вспоминать, однажды я ехал там вдоль побережья, и видел, как две девушки бежали в бикини, и я посмотрел на них, и начинают это все проговаривать, это первый подход, то есть люди говорят друг другу, где они искушаются, где они, так скажем, ну, впадают какие-то вещи, или там, дорогая, знаешь, я на этой неделе переписывался с моей коллегой по работе, с женщиной, и она меня пригласила там в ресторан поужинать, и я поехал, и я даже понимал, что мне хочется быть с ней, но потом я остановился и понял, я же тебя люблю, ну, это первый подход, но есть второй подход, я сторонник второго подхода, сторонник второго подхода, что? Первое, мы храним верность друг другу, все, точка, то есть мы решили, помолились, хотя никаких гарантий нет, но мы держимся этого, так скажем, договоренности. Второе, если происходит что-то, ну, моя борьба, моя борьба, я могу же не сказать, жена, знаю, сейчас такая неделя тяжелая, вообще, эти искушения сексуальные, но я не говорю ей подробности, почему? Потому что лишняя информация, она просто не полезна, ну, представьте, вы скажете, что вы вожделяетесь там на какую-то женщину из хора, или из группы прославления, да, ваша жена возненавидит ее, и будет там подозревать, и дышать ревностью. Как будто смакуешь те события, которые ты думал. Зачем они нужны? Поэтому я не сторонник деталей. Теперь ближе к вашему вопросу, что если уже измена произошла? Здесь тоже нужно понять, что за измена. Потому что вот, когда я консультирую пары, я всегда удивляюсь, удивляюсь. Люди вообще в браке, христиане, не проговаривают, что для них измена. Объясню. Есть такое упражнение, упражнение, которое используется, линейка верности. Линейка верности. Например, если я, вот у меня есть жена Люба, если я поцелую, ну, например, другую женщину в церкви, а вы знаете, в Библии написано 4 раза, приветствуйте друг друга чем? Святым целованием. Лапзанием, да? Вот если я приду в церковь, и давно не видел кого-то, если я вот, вот я с Любой, с женой, поцелую другую женщину, она мне там не сестра, а просто вот, я, допустим, посещаю другие культуры, Бразилия, они все здороваются, там, ну, ну, или какая-нибудь там Мексика, или прочее. И вот вопрос, будет ли жена ревновать меня, если я это сделаю? Интересно, я вам говорю, 15-20 лет люди в браке, у них нет договоренности, что измена? Написать коллеге по работе, пригласить с кем-то пойти на ужин, поцеловать кого-то в церкви коллегу, съездить, вот вы поедете, ну, ладно, не буду вас тревожить, поехать мне, например, с коллегой по работе в командировку, ну, я директор, у меня есть там помощница, это нормально, что мы вдвоем едем в командировку на три дня в другой штат. Жена скажет, да это работа, там они в отелях, в разных номерах, или для нее это все, ничего себе, муж уехал на три дня с коллегой, там, а вдруг, а вдруг. Поэтому линейка верности и измены вообще не проговаривают, ни муж, ни жена. Я в шоке. А на самом деле, это же элементарно, жена скажет, да мне без разницы, что ты там кого-то там в щечку поцеловал, все понятно. Или, ну, если даже ты там сездил в командировку, я тебе вообще доверяю, езжай, вообще нет, это работа без проблем. Или человек издыхает из ревности. Эти вещи надо проговаривать. Если измена, это не переписка, не поцелуй, а именно, мы говорим про секс, ну, вопрос, да, если произошла измена. Измена, как секс с другим человеком. Ох, как это тяжело. Я бы постарался сохранить тайну исповеди. Я бы постарался, ну, пришел бы ко мне человек и сознался в этом грехе. Точно я бы смотрел его уровень сокрушения. Мы молились бы Богу. Я верю в послание Яна 1.9. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам все грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Конечно, я бы принял, ну, Бог принимает исповедание, я бы был просто свидетелем, но я бы не рекомендовал идти рассказывать. Я бы не рекомендовал идти рассказывать. Это, объясняю, две школы. Сейчас кто-то уже все отключился и не смотрит эту программу. Но я вам просто расскажу две истории, коротко, очень сжато. Первая история. Значит, жена с мужем, живут долгие годы, она уезжает в командировку на юг на неделю и у ней там происходит вот, к сожалению, падение. Это неправильно, это грех, но произошло. Прошло много лет, они живут с мужем, у них дети, семья, и она на конференции слышит вот эту подачу, ну, проповедь, что вы должны быть одним целым, вы должны все рассказать, открываться друг при другом и прочее-прочее. Она приезжает вот под вдохновением, под неким осуждением и решила мужу рассказать, что вот там уже 15 лет назад произошло такое событие. Как вы думаете, какой был результат? Разрыв. Произошел развод. То есть просто он ее выгнал из дома, разорвались отношения и семья пошла в крах. Вопрос, надо это? Ну, я не уверен. Если вы на себя и возьмете такую роль, берите. Я не уверен. Вторая история. Пастор, у него супруга, четверо детей, счастливые взаимоотношения, и они попадают тоже на какой-то такой специальный, как инкаутер, ну, место душпопечения, где анализируют отношения с друг с другом, и там тоже идет такой посыл, да, что вы должны быть искренни с друг с другом и рассказывать все, что у вас могло произойти. И вот, а наоборот, теперь у мужа, у него был момент, вот до свадьбы с женой, до свадьбы, у него была близость с одноклассницей. Ну, это было до свадьбы, это было до встречи вообще с женой, но он решил, как бы вот рассказать, чтобы это не было камнем преткновения. Он рассказал. Ее это так переклинило, что ничего себе, то есть я не первая, ты это не сказал, я должна знать. Он назвал еще имя, ну, этого человека. И вот она возненавидела всех людей с этим именем, бросила четырех детей и ушла в объятия другого мужчины. Пастор, к сожалению, оставил служение, и семья рухнула. Вопрос, нужно ли было это? Люди 15 лет жили, служили. И это было еще до, так скажем, встречи с ней, это тоже ключевой принцип, да. Даже по сути, она не имела права расходиться, потому что брак, они соединились, среживались вместе. Конечно. Создалась семья. Да, да, сочетание, помол, как бы все венчание, то есть все, пара, семья. И поэтому я исповедую принцип. Написано в Коринфянам. Итак, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Когда я провожу консультации, я вам признаюсь, я советую молодым людям не рассказывать сексуальный опыт друг друга до встречи с друг с другом. Ну, то есть, по сути, вот по сути, вот молодой парень и девушка, ну, пусть будут там 22 года, начали строить отношения. Они христиане. Если даже есть какой-то опыт, ну, например, то так и ответить. Ну, да, у меня есть опыт, я уже не девственник, но это было, там, какие-то вещи греховные, но я все, я люблю тебя, я готов тебе хранить верность, создаю отношения с тобой, все, для меня все остальные умерли условно, я готов вот с тобой двигаться и жить, да, быть в браке. Потому что, когда люди начинают на эмоциях, на вот это первое какой-то такой конфетно-букетном периоде рассказывать все, ну, знаешь, у меня было там шесть девчонок до тебя, ее звали там так-то, 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 это было в машине, это было в кинотеатре, это было там в отпуске, и ты это как бы рассказал, и жена, она говорит, ну, хорошо, it's okay, а потом проходит, года три-пять наступает период рутинизации, сложные взаимоотношения, и все, и женщину просто накрывает, как так, ничего себе, а еще если один из этих шести партнеров где-то рядом, там, в церкви, ну, или где-то рядом, там, в городе живет, так все, женщину просто, она не может с собой обладать, ее ревность убивает, она мозги не только себе, она съедает всем подряд, особенно мужу, и это нездоровые отношения. Господи, и ты сам взял, разрушил свой брак тем, что ты вылил то, что было до. Конечно, я считаю, что это все токсично и не нужно, это нужно открыть Богу, это нужно исповедать, это нужно назвать, если нужно, грехом, если эти отношения были греховные, иметь подотчетность, там, перед пастором, перед служителем, священником, да, но не стоит отравлять друг друга. Хорошо, еще один вопрос, тоже я столкнулся, у меня моя родственница, она занимается служением женщинам, и у них есть дом убежища, то есть дом убежища, это когда женщины, которые испытали домашнее насилие, в семье, они едут в это дом убежища, и они говорят, что очень много женщин приходят с этими ситуациями, начинают делиться о переживаниях, о проблемах, и говорят, что один дом переполнен, они уже еще один дом приобретают, и вот домашнее насилие в семье, если это произошло, как решить эти ситуации, куда обращаться, или вообще, что такое домашнее насилие, которое происходит в семье? Тема абьюза набирает обороты, однозначно, опять это острейшая тема, которая вызывает только дискуссии, еще позиция не сформирована, христиане с этим столкнулись, вообще разводят руками, что же делать, да? Но давайте попробуем на этот вопрос ответить. Первое. Когда мужчина и женщина создают семью, жена – это точно не груша для битья. Аминь? Мужчина достойный, он должен иметь границы дозволенного и никогда не поднимать руку на супругу. Это просто неприемлемо. Это не по-христиански, это не по-мужски, это не по-человечески, это точно не по-любви. Но нужно оговориться, что когда один грешник начинает жить под одной крышей с другим грешником, у них первые какие-то годы формирования, у них идут непонимания. И, как правило, когда люди уже не могут словесно договориться, они переходят через границу уже такого некого физической попытки остановить. Потому что это происходит в порыве гнева. Здесь опять я бы разделил на категории. Например, если мужчина, ваш любимый, однажды, ну так получилось, вы его до того вывели, и он, не знаю, там, толкнул в плечо, не знаю, взял вас за руки, так как бы крепко остановить, и у вас там, не знаю, синяки остались, да, от этого. Но он точно не хотел. И самое интересное, что ко мне приходят женщины и рассказывают про этот абьюз, они всегда рассказывают однобоко. Ну что, мужчина ее там ударил. Она никогда не говорит, что сначала она орала, как бешеная, что она там чуть ли не материла его, что она не полезла его царапать его лицо, а на самом деле приходит на консультацию очень такой блаженной овечкой. Ой, меня муж там, он абьюз. Она не раскрывает сторону вот этого давления, которое постоянно она его пилит, пилит, как пилорама, да. Мозги просто ему до того задолбило, что он уже не знает, как он уже ее начинает как-то физически останавливать. Если это произошло, опять же, однажды, случайно, это сигнал, что отношения вышли из-под контроля, что нужно обратиться к кому-то. К кому обратиться? Ну, как минимум, родители, если они есть, да. Ваш папа, ваша мама, что в семье началось, да, не знаю, там он ударил. Обычно женщины это не делают. Типа, знаете, там мусор из избы не выносится. Если я скажу о моем муже, я подорваю репутацию, он же диакон. А, то есть он же, а, извините, проповедник, да. То есть как я могу об этом рассказать? Обычно, чем общество религиозней, тем оно скрытие. А чем общество скрытие, так там еще больше проблем, на самом деле, чем у людей, которые открыто признают какие-то свои слабости, какие-то свои скелеты в шкафу. И вот, женщина, как правило, не идет. Но я призываю, вот вы спрашиваете, какая профилактика, сразу об этом сигнализировать родителям, служителю. Не надо это всем трезвонить. Не надо звонить и запускать молитвенную нужду. Меня избил муж. Ни в коем случае. Это очень индивидуально. Самые близкие люди. Родители, отец, там какой-то душепопечитель, просто зрелый христианин в церкви, служитель, пастор, какой-то консультант, специалист, который не проигнорирует, который вовлечется в процесс и поможет. Потому что бывает ситуация, когда женщина сообщает про абьюз, но пастор разводит руки и говорит, ну терпи, Христос терпел и нам велел. Бьет, значит, любит. Слюбится, стерпится. Ну, ты его довела. Смиряйся, сестра. И кучу-кучу рекомендаций, которые она получает. И это люди не хотят работать, не хотят подключиться в проблему и ее, так скажем, разрешать. Абьюз очень часто используется в адрес мужчины. И как раз, вот, Тимофей Пример привели, что переполнены женские центры. Но, как правило, женщина тоже абьюз. И здесь нужно разбираться. Она его вывела, она его подтолкнула к этому. Или вот первая категория, это случайный, или как бы вот, давайте назовем это, реакционный абьюз. То есть он уже защищается или как-то реагирует, чтобы остановить ее. Ну и вторая категория, это, конечно, ужасно. Я знаю сам эти истории. Муж берет жену, головой об стену. Ну, неприятно об этом говорить в нашей такой святой программе, да. И ужасные примеры, жизненные. Когда он издевается годами, ее там, не знаю, связывает, лишает еды, у нее все лицо синее, он там, не знаю, наказывает ее ремнем. Ну, примеров предостаточно. Я думаю, что это говорит о том, что, может, у него уже заболевание, может, он извращенец. Это человек, который вообще лечить надо. А в церкви вообще устранять позор таким мужикам, которые в церкви, там, не знаю, регент хора, лидер прославления, проповедник, позорище. Таких вообще не нужно допускать. Который дома деспот, тиран, просто дети по углам разбегаются, жена трясется от его взгляда, а в церкви он там провозглашает любовь и служение людям. Позор и долой. Что женщине делать в этой ситуации, если это происходит? Абьюз, он сразу, любой абьюзер, любой человек, который склонен к издевательствам, его останавливает, его остановит только публичность. То есть, когда эта ситуация выйдет, так скажем, на поверхность, он все делает втихую. Есть такой синдром, но это больше с психологией, но он объясняет на самом деле эту ситуацию. Жертва любит своего палача. Что это значит? Когда мужчина, ну, мы говорим про мужчину, он вот давит на женщину, она становится жертвой. И слово, да, виктим, да, понятие виктимизация, она начинает даже его оправдывать. Она говорит, он так устает на работе и в церкви, что я как бы глупая, и лезу в свои вопросы, вот он меня побил. Но это ненормально. Это не нужно объяснять. Это переход всякого граница человечности, духовности, христианства и прочее. Абьюз, он будет скрывать максимально. Он скажет, пойдешь, расскажешь родителям, разведусь с тобой, выгоню тебя из дома, дети останутся там со мной, а ты полностью от меня зависишь финансово. Он будет точно стращать. Поэтому, что делать? Первое, молимся, чтобы Бог дала покаяние, ну, как верующие. Второе, записываем все реально, фактически, действия абьюза. Введите дневник, чтобы вы потом могли на фоне эмоций, стресс, когда произойдет, чтобы вы могли зафиксировать, показать факты, что произошло. Ну, я извиняюсь, когда уже мужчина убивает женщину, это ужасно. Вскрываются, находят дневники, которые она вела годами, все фиксировала, и она, в принципе, там уже все описывала, но никогда не смогла перейти к третьему шагу, это публично об этом сказать. Кому-то, родители, полиция, служители церкви, консультанты. Это третий шаг, вскрыть проблему. Да, это без последствий не останется, да, может быть, это усилится агрессия, но только вы так себя можете спасти. Четвертый шаг, разойтись. Будьте внимательны, не развестись. Я не поощряю развод. Библия говорит, Бог говорит, я ненавижу развод, но разойтись. То есть, точно, временно жить отдельно, пока не произойдет ситуация безопасности, пока он не осознает, что он представляет угрозу, что он тот, кто может вообще довести до убийства, до самоубийства, до какого-то ужасного финала. Нужно, чтобы и пятый шаг с ними проработали, консультанты. Я так понимаю, что возникновение вот этих домов-убежищ, это как ответная реакция на огромную, колоссальную нужду. Проблема в другом. Женщина бежит в дом-убежище, она вешает флаг, что я жертва абьюза, но никто не работает ни с ним, ни с ней. На восстановление отношений. Женщина начинает говорить, наконец-то, я избавилась от токсичных отношений, я мучилась там 15 лет, я теперь такая счастливая и свободная. Но это тоже искажение реальности. Какая ты счастливая и свободная, ты осталась без мужа, ты осталась без отца для детей. Нужно работать. То есть пятый шаг, терапия, проработка с мужем и женой на восстановление. Это возможно. Как построить идеальные, хорошие отношения со своим супругом или супругом? Как их развить? Вот что ты посоветуешь? Спасибо. Занимаясь трансформацией семьи, вот мы сегодня коснулись очень много проблемных зон. Ну, это очевидно. Нам нужно замечать то, над чем работать. Оно, конечно, отравляет. И когда ты слушаешь эти истории, кажется, ну неужели так ужасно? Ответ нет. Есть семьи крепкие, счастливые? Конечно. И чтобы компенсировать вот эту токсичную отравленность внутри себя, я часто встречаюсь с успешными, счастливыми, крепкими, гармоничными семьями, которые на самом деле искренне любят друг друга, молятся друг за друга, благословляют. По жизни уже идут там 10, 20, 30 лет, там трое, пятеро, 10 детей. Таких семей предостаточно. Некоторые говорят, Владимир, вот то, что вы рассказываете, у нас вообще таких проблем нет. Я в это верю. Я верю, что есть семьи, которые успешные, благословенные. Да, есть всегда над чем работать, но в целом успешные. Итак, как иметь гармоничные отношения, счастливые отношения? Ну, считаю, что первое, очень важно вообще тему семейного просвещения поднять на высокий уровень. Почему? Ну, вы идете заниматься бизнесом, вы получаете какую-то MBA, какую-то степень, вы вкладываете в детей, они у вас там учатся в школе, вы идете освоить машину, вы, понятно, учитесь там, как права получить. Мысль естественна. Но кто нас учил в семье, хорошей, счастливой? Ладно, если мы вышли оба, муж и жена, с счастливых семей, то паттерн поведения, модель поведения нас формировала, мы видели в родителях счастливую христианскую семью. Но если не было такого примера, если семья была не христианская, то где взять, где научиться? Потом первое, поднять на высокий уровень семейное образование. Сейчас есть предостаточно книг, предостаточно там тренингов, семинаров. В церкви проводите разные обучения, ежегодные семейные конференции, смотрите программу трансформации. В общем, улучшайте скиллы, свои инструменты, навыки, чтобы вы развивались как семья. Второе, знайте потребности друг друга и удовлетворяйте их. Это важно. Мужчина, он ждет всегда уважения, он хочет, чтобы был порядок в доме, чтобы он был сексуально удовлетворен, чтобы им восхищались. Жена ждет романтики, близости, искренности, общения, проведения вместе время, отдых с семьей. И вот это то, что нужно постоянно служить друг другу. Давайте назовем это второе, служить друг другу. Служить, уступать и расти в служении. Третий момент, иметь семейное поклонение. Когда муж и жена вместе, давайте скажем прямо, ну, может, не каждый вечер. Мы каждый вечер молимся, индивидуально, сами, с детьми, перед сном. Но вот жену иметь какое-то время, в день, через день, в конце недели, когда вы вместе можете прибыть к Богу, да, помолиться, почитать какое-то слово, почитать какую-то полезную книгу и такое духовное общение. Потому что, на самом деле, это тоже, что очень часто отсутствует, как навык в христианской семье. Четвертое. Обязательно служите. Вообще, я считаю, что есть такая книга Фрэнсиса Чана, да, «Счастливы вместе», там, «Вместе навсегда», он там такую мысль хорошую говорит. Чем больше мы концентрируемся на брак, тем больше вероятность разочарования. Но чем больше мы концентрируемся на миссию, ну, то есть на служение, которое Бог нам дает, тогда мы больше влюбляемся в Бога, мы делаем служение, и Бог благословляет нашу семью. Нашу семью, наши взаимоотношения. Когда я встречаю людей, которые глубоко счастливы в браке, как правило, это семьи таких людей, которые где-то служат. Когда мы говорим служение, это не только вот внутри поместной церкви что-то делают. В целом жизнь служения. Они служат обществу, их дом открыт для других, они в Боге, так скажем, богатеют, они духовно сочные, и это влияет на всю семью. Ну, и последнее, наверное, пятое, это, конечно, давайте закончим иметь время друг с другом, мужу и жене. То есть дети пришли-ушли, это награда от Господа, но дети как пришли, так уйдут. А вы, муж и жена, останетесь до конца вместе. И вот качество вашей близости, как мужа и жены, это свидание, это совместные прогулки, это усовершенствование в сексе, это совместная миссия, это то, когда вам вместе, вы не только муж и жена, но вы еще и друзья, вы еще и партнеры, и вам просто интересно вместе, вас тянет, вы общаетесь часами, радуетесь, и эта атмосфера между вами, она передается и на детей, и на семью в целом. Вот такие бы основные, наверное, принципы я бы заложил для счастливой и гармоничной семьи. Спасибо вам большое, много было хороших ответов, которые, надеюсь, помогут людям. Поэтому, друзья, у нас есть программы «Канон. Семья. Вопросы. Ответы. Трансформация семьи. Вымерангом по сексу». Так что смотрите, учитесь и развивайте хорошие отношения в семье, между друг другом, и будьте благословены во всем. До свидания, друзья. До встречи. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok